Всех рад приветствовать, друзья! Вы на канале Плюс Контент, и в этом видео по игре Волхейм я покажу вам 4 интересные и полезные модификации, которые слегка упростят и разнообразят ваш игровой процесс. Все ссылки на моды будут в описании, и о том, как их установить, я расскажу и покажу вам в этом видео. Так что, если ты уже успел поставить лайк и подписаться на канал, то мы начинаем! Первая модификация добавляет в наш инвентарь 5 отдельных слотов для вашей брони и добавляет 3 слота быстрого доступа для вашей еды, которые вы теперь можете использовать на кнопке Z, V или B. Это очень удобно, и теперь ваши вещи и еда больше не занимают места в инвентаре, освобождаешь целых 8 слотов. Но имейте ввиду, если ваш персонаж умирает, все вещи из слотов для брони и еды будут лежать на земле рядом с вашим трупом, так что вам нужно будет поторопиться их забрать, чтобы не потерять. Переходим ко второй модификации, которая улучшает информацию о ваших предметах. Например, уровни предметов теперь в виде звездочек, состояние предметов теперь показывается полосками зеленого, оранжевого или красного цвета, в зависимости от того, насколько ваше снаряжение поломано. Также, если зайти в панель навыков, то можно увидеть уровень вашего викинга и сколько вам нужно очков или процентов до получения нового уровня навыка. А еще в левом верхнем углу вы можете наблюдать, как быстро растут ваши навыки, сколько очков вы получаете за каждое действие и сколько осталось до прокачки. Еще этот мод изменяет информацию о монстрах, добавляя их уровень и запас здоровья прямо над головой. А на экране выбора персонажа добавляет счетчик убитых монстров, количество ваших смертей, скрафченных предметов и количество построенных вами объектов за всю игру. На мой взгляд, все это выглядит очень качественно, стильно и более информативно, чем в оригинале. Давайте теперь посмотрим на третью модификацию, которая позволяет сортировать вещи в сундуках по порядку. Вы просто нажимаете кнопку сортировки и весь ваш бардак приходит в более-менее человеческий вид и вам не нужно делать это самому. Работает также и с вашим инвентарем. Тут все просто и удобно, лишним точно не будет. Ну и переходим к последней, самой полезной, самой удобной модификации из этого видео, которая никак не ломает игровой процесс. С помощью нее вы можете крафтить вещи на верстаке из вещей, которые лежат в ваших сундуках, недалеко от верстака. Вам больше не нужно иметь в инвентаре нужные предметы для крафта, вы просто подходите к верстаку и вещи для крафта берутся из ваших сундуков поблизости. Это также работает и с кузницей. Насчет остальных ремесленных стоек я не уверен, не проверял. Но в любом случае модификация постоянно обновляется и рано или поздно все ремесленные стойки будут работать так же. Что ж, давайте перейдем к установке этих модификаций. Первым делом, вам нужно скачать и установить BEP in X, который заставит все эти моды работать. Открываем первую ссылку из описания к этому видео, попадаем на сайт valheim.thunderstore.io. К слову сказать, на сайте еще много других интересных модификаций для Valheim, и если вам реально понравится это видео, то я обязательно найду еще интересные модификации и поделюсь ими с вами в следующем видео. Итак, вот вы попали на эту страницу. Нажимаем кнопку Manual Download, и у нас скачивается архив, который нужно распаковать в любую папку. После этого заходим в полученную папку, находим в папке вот эти файлы и копируем их в папку с игрой, которую легко можно найти через Steam. Заходите в вашу библиотеку Steam, находите там Valheim, правой кнопкой мыши свойства, далее локальные файлы, обзор. Вот наша папка с игрой. Копируем наши файлы в папку с игрой и все. Установка завершена. Теперь вам нужно скачать и установить сами моды. Открываем моды по ссылкам в описании, попадаем все на тот же сайт и скачиваем архивы, нажимая кнопку Manual Download. Распаковываем архивы в любую папку, открываем и все, что вам нужно, это в распакованных папках, это файл мода с расширением DLL. Все остальное можно удалить. Копируете DLL файлы, открываете папку с игрой, в ней открываете папку BenInEx, ищите папку Plugins, открываете и копируете в нее DLL файлы модификаций. И все, установка модов завершена. После захода в игру, у вас откроется консоль с загрузкой ваших модов. Ничего не нажимая, не закрывая, просто дождитесь загрузки игры, и все установленные моды работают. Можно смело играть. Ну а на этом видео подходит к концу. Обязательно ставь ролику лайк, если понравилось, подписывайся на канал и пиши в комментариях, чего еще хочется увидеть по игре Волхейм. Ну и приходи на стримы. Увидимся с тобой в следующих видео. Всем пока!